Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходов Алексей, и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас вводный технико-экономический вебинар. То есть это, можно сказать, азбука SkyWay, начальные сведения SkyWay и далее расширенный технико-экономический вебинар, который более серьезно погружает в проект. Проект, который развивается по той схеме, о которой мы сегодня вам поведаем, собственно, уже более двух лет, и достиг очень серьезных результатов. То есть транспорт второго уровня, технология SkyWay, сеть нового поколения Transnet, которая, по нашему мнению, будет следовать за интернет. Обо всем об этом по порядку мы расскажем вам на вводном технико-экономическом вебинаре. Это действительно возможность, которая бывает раз в сто лет, дорогие друзья. Сейчас у нас параллельно также ведется трансляция по Перископ. То есть Сергей Анатольевич делает анонс, и, соответственно, там присутствовалось, не ошибаюсь, примерно 200 человек. То есть мы расширяем постоянно поле нашей деятельности, наше информационное поле, потому что действительно технологии SkyWay необходимо знать более чем 99% населения Земли. И это транспорт, которым будет пользоваться абсолютно вся эта технология, которая жизненно необходима всей планете на сегодняшний день. И почему? На самом деле в ходе текущего вебинара, дамы и господа, вы обязательно поймете. И я думаю, что присоединитесь к сподвижникам проекта SkyWay и в какой-то мере начнете наблюдать, развивать, либо вообще даже инвестировать в данный проект. А теперь, пожалуйста, ответьте на опросник, который раз вы присутствуете на вебинаре. То есть вводный технико-экономический вебинар ориентирован в первую очередь, дорогие друзья, на новичков. То есть мы агитируем, так скажем, чтобы на подобного рода вебинары в 12 и в 19 часов по Москве приглашалось максимум даже неправильное слово «новички». У нас же не какой-то интернет-проект и так далее, не школа, нет детсад. Это те люди, которые изначально только начали погружаться сейчас в проект SkyWay. Как раз-таки для таких людей вводный технико-экономический вебинар и рассчитан. Дорогие друзья, те, кто не умеет еще голосовать, возможно, пожалуйста, поставьте циферку 1 либо 0 в чате, если вы присутствуете в первый раз на вебинаре. То есть это означает то, что вы только начинаете погружаться в проект SkyWay. И, собственно, вот за два дня трансляции Сергея Анатольевича, естественно, трансляции по поводу проекта SkyWay в Перископ, в аккаунте примерно 2000 человек подписались. И, соответственно, этих людей мы обязательно будем направлять, те, кто пожелает, на вебинары для новичков. Ну а я, собственно, дорогие друзья, перейду непосредственно к вебинару. И запомните, как говорится, тот день, когда вам кто-то рассказал о проекте SkyWay, потому что этот день действительно может изменить вашу жизнь, естественно, к лучшему. Проект SkyWay и сеть Transnet – это то, в чем нуждается сегодня многие организации, многие люди на планете Земля. И на самом деле, дорогие друзья, то, как развивался интернет, мы все помним. Это стремительное развитие, это эпоха доткомов, то есть интернет-компаний, интернет-магазинов и так далее. Далее это кризис эпохи доткомов. И сейчас мы не можем представить, дорогие друзья, себе жизни без простого устройства смартфон. То есть в устройстве смартфон, даже вплоть до чего технологии дошли, я могу сейчас смотреть также и трансляцию, и фактически одновременно мы можем вещать на несколько информационных полей. Раньше это было не то, что невозможно, дорогие друзья, раньше невозможно было позвонить по скайпу. Сегодня жизнь поменялась настолько, что по скайпу можно общаться, находясь, допустим, я нахожусь в Челябинске, я могу общаться по скайпу, либо вайбер, либо в WhatsApp с разными людьми, находящимися в разных точках земного шара. И жизнь настолько поменялась именно в плане технологий, что сегодня это невозможно отрицать. А представьте на минуту, что вам кто-то предложил бы вначале инвестировать в интернет, например. И появилась бы компания, которая, соответственно, являлась бы главной, которая разрабатывала бы интернет, и она оценила бы все в виде интеллектуальной собственности. И, собственно, те проекты, те даже локальные, минимальные проекты, когда протягивается оптоволокно в наши дома, чтобы появился интернет, от всех этих компаний компания получала бы прибыль, именно головная компания, главная компания. И представьте на минутку, если бы вы были совладельцами данной компании. Естественно, это возможность, которую невозможно отрицать, ее перспективы, ее прибыльность. И сегодня более 350 тысяч людей по всему миру поддержали проект Skyway. Более 70-80 тысяч только в Skyway Capital ежемесячно инвестируют, потому что осознают, что сегодня, дорогие друзья, действительно многие процессы происходят фактически мгновенно. То есть банковский перевод, если нет задержек в транзакциях, я могу совершить буквально за секунду. Внутри моего мобильного смартфона я могу совершить денежный перевод. Чем изменил жизнь интернет, допустим, для нас? И что такое вообще интернет, если рассказать буквально в двух словах? Дорогие друзья, интернет – это возможность в любой точке земного шара вхождения в это глобальное электронное информационное поле, нахождение, скачивание информации и пользование ею в неграничных объемах. А хотели бы вы перемещаться из точки А в точку Б с высокими скоростями, действительно это было бы дешевое, комфортное перемещение, и вы не испытывали бы потребность находиться в долгих пересадках, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, либо на автобусных остановках и ожидать вашего транспортного средства. Естественно, многие, если провести опрос, ответят «да», то есть это будет больше 90%. И когда действительно многие процессы сегодня происходят, повторюсь, мгновенно, люди, грузы перемещаются долгие часы, сутки и даже месяцы. И SkyWay, технология SkyWay, струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого, дорогие друзья, это то недостающее звено, которое мы ждем, все мы с вами ждем. И сегодня у вас есть возможность изучить этот проект, и на данной стадии, я не побоюсь этого слова, стать совладельцем данного проекта, потому что история проекта началась еще в 70-х годах, в конце 70-х. Анатолий Эдуардович тогда представил первое поколение струнных технологий, и, собственно, на базе своего бизнеса, на базе изобретений Анатолий Эдуардович зарабатывал, продвигал технологию SkyWay, и более того, в конце 80-х годов была представлена концепция общепланетного транспортного средства. Я остановлюсь буквально вкратце, потому что в ходе оптимизации общепланетного транспортного средства и появился струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть вы видите справа внизу достаточно массивную эстакаду. И в чем заключается принцип действия этого транспортного средства, которое представил Анатолий Эдуардович Юницкий в 88-м году на конференции по неракетной индустриализации космоса. Была международная конференция, дорогие друзья, и прошла она в Гомеле. Многие научные головы, действительно, блистательные умы присутствовали на данной конференции, но мир тогда не был готов, так как через технологические уклады, дорогие друзья, не удавалось перепрыгнуть никому. Когда еще не был изобретен интернет, и когда не произошла действительно технологическая хай-тек-революция, невозможно развивать те технологии, которые, на наш взгляд, будут следовать как раз-таки за интернет-революцией и за свойством пьезоэффекта, которые вся микропроцессорная электроника, вся транзисторная электроника стала использовать, появились первые компьютеры, первые микросхемы. И сегодня, опять же повторюсь про смартфон, данное устройство способно выдерживать нагрузку, которую выдерживала ранее московская городская телефонная сеть, естественно, проводная. То есть сейчас проводные телефоны у нас ушли в небытие, так скажем. И только для шифрования разговоров данных при высокой секретности, либо на старинных каких-либо заводах русских, мы это с вами используем. Принцип действия общепланетного транспортного средства, буквально, чтобы в голове сложилась картинка, естественно, многим это покажется самым далеким будущим. И я не буду спорить, что да, не сейчас возможно к появлению данное общепланетное средство, но речь пойдет не о нем, так как струнный транспорт появился именно в ходе упрощения обращения принципов работы общепланетного транспортного средства, серьезного глобального инфраструктурного проекта, миссией которого является вынос промышленности в открытый космос. Дорогие друзья, чуть попозже, либо кто-то из активистов, пожалуйста, сбросьте ссылку на небо на колесе замечательного документального фильма, который еще в Республике Беларусь несколько десятков лет назад появился, и он рассказывает об этой концерции. То есть, я не буду вдаваться сегодня в подробности, мы проводили отдельно вебинары, еще не раз остановимся на данной конструкции, но самое важное, что вы должны понять, что действительно технически обоснованно даже вот столь глобальный проект. Анатолий Эдуардович является автором, изобретателем более двух тысяч различных изобретений, и на капитализацию в миллиарды рублей еще советские были оценены изобретения. Ну, естественно, маленький процент Анатолий Эдуардович от своих изобретений получал и продвигал, оптимизировал, несмотря ни на какие преграды развивал проект Skyway. В 2000-х годах, дорогие друзья, я могу сказать, что преломляющая такая точка событий Skyway произошла, то есть, это знакомство Сергея Анатольевича с Лебедем Александром Ивановичем. Произошло знакомство в самолете, и это тот принцип, который мы сегодня, дорогие друзья, с вами используем, то есть, это принцип от человека к человеку, принцип рекомендации. И, если простым языком говоря, Сергей Анатольевич порекомендовал Лебедю Александру Ивановичу, каким образом можно увеличить ВВП Российской Федерации с помощью применения технологии Skyway. Это была точка входа в разговор с Лебедем Александром Ивановичем. На тот момент генерал, серьезный очень претендент на высшие посты правительства Российской Федерации, на тот момент, на то время, и, естественно, губернатор Красноярского края, очень серьезно заинтересовался, и буквально через несколько недель был выделен первый транш финансирования, началось строительство тестового участка в городе Озеры Московской области. Испытания происходили, дорогие друзья, с 2001 по 2009 год. Это были очень серьезные испытания. Это фактически уже вошло в историю развития проекта Skyway, сети Transnet. Так как это была подвижная лаборатория, и ЗИЛ, уходящий в небо, так мы его называем, это действительно очень важная веха в истории развития Skyway. И полигон в озерах просуществовал до конца 2009 года. После этого неизвестными лицами по неустановленным причинам он был уничтожен, распилен и вывезен в неизвестном направлении. Но, дорогие друзья, все, что не делается, то к лучшему, и все, что не убивает ту концепцию, ту идею, и тот смысл технологии, которые ожидают миллионы людей по всему миру, соответственно, делает нас сильнее. И как раз-таки концепция народного финансирования, которую на сегодняшний день мы с вами используем, это то, чего, собственно, не поскромничаю, я ожидал действительно вот с момента занятия интернет-бизнесом и так далее. Когда же начнет через сеть развиваться серьезный проект, который улучшит качество населения, жизни различных стран и различных городов, это, соответственно, проект Skyway. И в 2013 году началась схема народного финансирования, дорогие друзья. Это тот важный шаг и тот сложный шаг, сложное решение, которое Анатолий Эдуардович Юницкий предпринял. Но это было очень правильное решение, потому что на самом деле, дорогие друзья, после всех переговоров, которые прошли с серьезными руководителями, с серьезными предпринимателями, с местными олигархами, как российскими, так и иностранными, я могу сказать, что это действительно одно из главных, один из главных моментов, которые мы с вами сейчас видим и наблюдаем, и более того, участвуем, дорогие друзья, в этом процессе. Потому что начало краудинвестинга позволило нам достичь действительно серьезных результатов. А что такое краудинвестинг? Это народное финансирование. Если в дословном переводе говорить, это финансирование большой толпой. И сегодня многие народы мира, многие страны мира, повторюсь, более 350 тысяч людей по всему миру инвестируют в проект Skyway и позволяет появиться и в 2016 году, уже этой осенью, в Берлине, на международной транспортной выставке инотранс, мы увидим действительно сенсацию и действительно первую презентацию подвижного состава Skyway широкой массовой общественности, серьезным корпорациям. Уже сейчас мы ведем переговоры по адресным проектам, но как раз-таки в эти даты будет презентован подвижной состав. Это будет, соответственно, концепция, которая разработана, была чуть более 7 месяцев назад, далекий прогулочно-спортивно-экскурсионный транспорт. И также будет представлен, возможно, и другой подвижной состав, городской пассажирский транспорт, все зависит от подготовки. Но один из подвижных составов обязательно будет представлен, и уже первые лица государств различных по всему миру готовятся к присутствию на данной выставке, потому что будут происходить серьезные переговоры, помимо тех многочисленных переговоров, которые уже происходят, по применению технологии Skyway в различных точках земного шара. Почему многие мэры, администрации, крупные предприниматели, крупные финансовые фонды на сегодня, дорогие друзья, заинтересованы в рассмотрении и в применении технологии Skyway? Это обуславливается очень серьезной социальной направленностью проекта. То есть, если иным языком говорить, это дешевое, комфортное и безопасное перемещение. Чего мы не можем сказать об автомобильном транспорте, потому что в ближайшие годы по статистике погибнет больше нескольких десятков миллионов людей именно в автомобильных катастрофах. И если говорить про те моменты, которые сегодня мы видим в дорожном строительстве, в дорожном ремонте, на территории Российской Федерации, допустим, то есть в один из сезонов строят дорогу, во второй сезон снимают слой, ремонтируют, снова осваивают некоторые денежные средства, то технологии Skyway это не понадобится, потому что капитализация будет происходить за счет дополнительных услуг, как сегодня мы пользуемся с вами Skype. И те люди, которые пользуются, допустим, рекламой, подписками на звонки, на мобильные, на стационарные телефоны, а не только абонентам Skype, они и формируют основную капитализацию. Также одну из основных капитализаций будет формировать грузовое и высокоскоростное направление. И перевозки именно пассажиров по логике применения Skype и современных мессенджеров будет стремиться действительно к нулю, потому что основная окупаемость будет происходить за счет грузовых перевозок и за счет различных дополнительных услуг и создания применения новой инфраструктуры. Проект абсолютно экологичен, технология не имеет технологических рисков. Технология даже устойчива к террористическим актам и сегодняшней угрозой имеет место быть. И огромная инновационность, перспективность развития проекта. И более того, постоянное улучшение технических показателей, несмотря на то, что коэффициент аэродинамического сопротивления сегодня у высокоскоростного состава можно сравнить с коэффициентом аэродинамического сопротивления еще более лучшим, чем у самолета. То есть это примерно 0,035 против, допустим, 0,35 Bugatti Veyron. То есть это спортивный автомобиль. И почему выбрана схема перемещения именно сталь по стали, то есть колесо по рельсу, стальное колесо по рельсу, потому что это максимальная эффективность и максимальный коэффициент полезного действия. Что формирует, соответственно, аэродинамика? Значительная экономия топлива при эксплуатации, затраты материалов также минимальные. Если переводить на числовые показатели, то это примерно 50-местный юнибус городской пассажирский будет затрачивать 2-3 литра на 100 километров, либо 20 киловатт примерно в переводе на электроэнергию. Это несопоставимо с сегодняшним транспортом, дорогие друзья. И это позволит действительно выходить на прибыль, а не убытки, допустим, управлением городского электротранспорта. Сегодня многие управления городского электротранспорта находятся в предбанкротном состоянии. И сама путевая структура, дорогие друзья, она абсолютно инновационная. Даже, собственно, бетон, который используется для омоноличивания, он также был разработан непосредственно на базе ЗАО «Струнные технологии». Это научно-производственно-конструкторское предприятие, которое находится в городе Минск. И трансляции у Сергея Анатольевича в Перископ на канале вы можете посмотреть. Более того, вчера по многочисленным просьбам была проведена живая онлайн-трансляция, то есть лайв-стрим, то есть, можно сказать, именно прямой эфир, прямое включение на экотехнопарке. То, что строительство действительно ведется. И совсем скоро, дорогие друзья, мы начнем монтировать уже струнную путевую структуру. Так вот, что же такое струна и в чем заключается принцип действия? Дорогие друзья, это предварительно напряженная конструкция. То есть, возьмем элементарно наушник, либо мы можем разрезать листочек бумаги, сделать максимально тонкие полоски, но когда мы их натянем, когда мы их натянем, то устойчивость конструкции повышается. И на параллельно расположенные подобные несложные конструкции мы можем положить стакан, мобильный телефон, он не упадет. Если чуть-чуть мы ослабим, то все рухнет. Как раз таки в этом, если простым языком говорить, заключается принцип работы и преднапряжения конструкции внутри путевой структуры. То есть, это стальные арматурные канаты, которые предварительно натягиваются, далее они закрепляются, то есть, это специальные механические крепления. Далее идет омоноличивание спецбетоном, который позволяет прокачивать на большие расстояния, и, собственно, это 2-3 километра, быстро схватываться, и далее идет головка рельсы. На самом деле, если говорить про инновационность, дорогие друзья, то инновационным в подвижных составах у нас будет даже пол. Об этом Анатолий Эдуардович вчера сообщил на трансляции прямой Сергея Анатольевича, и, собственно, это не может не радовать, потому что действительно предусмотрено фактически все, дорогие друзья. Но все, что я говорю, и технические моменты, и развитие проекта, это все хорошо, но не имело бы никакого смысла, если бы сейчас не велось строительство. Я приведу вам очень простой и буквально краткий пример, что происходило в августе. Это чистое поле, бурьян, и очень много работы по очистке территории было сделано. В октябре вы увидите уже возведение фундамента первой анкерной опоры, собственно, закладка нулевого километра. В сентябре 2015-го испытание модели 1 к 10 подвижных составов, то есть это вызвало очень бурную реакцию на тот момент, потому что это действительно первые испытания. И если при достаточно неслабом ветре происходила минимальная вибрация, минимальное раскачивание подвижных составов модели 1 к 10, то при масштабировании, допустим, на реальные условия, это соответствовало бы ураганным порывам ветра. То есть ничего ни с подвижным составом, ни с путевой структурой не произошло бы. И в декабре, в январе, в феврале вы увидите уже монтаж 19 промежуточных опор, продолжение строительства анкерной опоры, 19-й у нас стальная, то есть это демонстрация, что можно использовать в различных условиях совершенно путевую структуру Skyway, и действительно в болоте, в пустыне, на любом типе рельефа, местности, поверхности, действительно технология Skyway может пройти. И в мае уже началось параллельное строительство легкой прогулочной трассы. В июне была делегация австралийская, то есть они приезжали еще, когда, собственно, был только начальный этап строительства экотехнопарка для демонстрации технологии Skyway, и наши коллеги-австралийцы очень сильно удивились и обрадовались, что действительно очень мощно развивается процесс строительства. И если переместиться, дорогие друзья, обязательно всем заинтересованным сброшу ссылку на данную презентацию. Ну, вот буквально 29 июня, то есть это государственная регистрация договора аренды земельного участка, то есть строительство еще даже не началось, и мы перемещаемся на, ну, например, на 15 июля. То есть вы видите уже, что продолжается строительство первой анкерной опоры, которая будет совмещать в себе транспортно-логистический узел, способный выдержать нагрузку ту, которую на сегодняшний день несет на себе по пассажиропотоку Дубайский аэропорт, например. И это будет одновременно станция высокоскоростного и городского пассажирского транспорта. Также на первом этаже будет находиться музей SkyWay. Параллельно, дорогие друзья, началось уже 15 июля, помимо легкой прогулочной трассы, началось строительство грузовой эстакады SkyWay. Также 15 июля вы видите, что во вторую анкерную опору был засыпан грунт для особой устойчивости, продолжение монтажа анкерных опор для легкой прогулочной трассы, продолжение строительства, соответственно, пристройки для максимального упрощения передвижения и действительно эргономичности первой анкерной опоры, которая будет являться также станцией городского пассажирского высокоскоростного подвижных составов. И вы видите, что уже 18 июля продолжается строительство, то есть вот еще раз перемещусь, вот 15 июля вы видите, в какой стадии строительство второй анкерной опоры, это 18 июля, то есть результаты видны, как говорится, на лицо. 19 июля продемонстрирована в мастерской некоторая часть работ по подготовке подвижных составов к выставке в Берлине, то есть вы увидите часть Юнибайка, и это подвижные составы, которые будут представлены на выставке в Берлине, и 22 июля, то есть это та веха, на которой данная презентация сейчас пока что оканчивается. Каждую неделю я лично ее обновляю, и вы увидите даже специальное техническое, технологическое отверстие, которое будет способствовать также оптимальной работе и функционированию конструкцию второй анкерной опоры. То есть вот даже возможные удары предусмотрел Анатолий Эдуардович Веницкий, и, соответственно, предусмотрено действительно все, дорогие друзья. Предусмотрены даже такие вещи, как, ну, не побоимся этого слова, туалет и так далее. Что уж говорить о специальном окошке на анкерной опоре, препятствующем возникновению воздушной пробки и аэродинамического удара при проезде городского юнибуса на скоростях до 150 км в час. То есть вот это самое главное, дорогие друзья, доказательство, то, что на сегодняшний момент достигается с помощью не привлечения каких-либо крупных инвесторов и фондов, и уже инвестируют крупные инвесторы, то есть 330 тысяч долларов от одного человека. Это рекорд на сегодняшний день, и уже планируется также на миллионы долларов инвестиции. И сегодня, дорогие друзья, это действительно шанс, который бывает раз в сто лет, и воспользоваться им или нет, это сугубо дело каждого. Но я считаю, и я воспользовался этим шансом, когда была стадия высокорисковая, более чем, когда в 2014 году не была отлажена ни финансовая, ни юридическая схема. Я уж не говорю про строительство, только обещали, что будет строительство. Но сегодня вы видите, на какой стадии идет строительство. Это действительно возможность, дорогие друзья, на раз в сто лет обеспечить свое будущее уже сегодня настоящим своим детям, внукам и даже правнукам. Проект поддержали многие серьезные политические, экономические деятели. Кто-то высказывался в самом начале развития проекта, кто-то сейчас наблюдает, либо не наблюдает. Но в любом случае, в каком-то моменте приняли участие, и просто зарегистрировавшись в данном проекте, и уже далее формируя свое решение, инвестировать или нет, просто за регистрацию, за интерес к проекту, и выделен отдельный пул для инвесторов, которые интересуются развитием проекта, вы получаете минимальный пакет обязательств Skyway, которые в будущем могут приносить достаточно неплохие прибыли. А какие прибыли? Об этом Сергей Анатольевич своей точки зрения с высоты полета более 15-летнего опыта развития проекта Skyway расскажет, но, как говорится, объединяется все одним хорошим русским словом, и в следующем году. Что-то интернет у нас... Так, друзья, приветствую, Алексей мне передал слово, я как раз тот, кто был в Перископе, видел, что у нас как раз заходил Анатолий Эдуардович здесь, вот, поэтому, нет, друзья, я все, как бы, это видел, просто очень медленный интернет вот здесь вот с Wi-Fi, и я очень долго входил в это самое. А те, кто в Перископе сейчас, вы видели, что пока Алексей вещал, у нас в это время зашел Анатолий Эдуардович, и в Перископе мы с ним как бы общались, поэтому вы видели и кто в Перископе был, и общение Алексея, как вел вебинар, и у нас здесь еще, как бы, в комнате был Анатолий Эдуардович, вот, он сейчас, ну, очень плотно работает, потому что, я говорю, вчера день был посвящен, вот, фактически, общению с прессой, потом вот нашему вот этому трем репортажам из конструкторского бюро здесь, и потом с уже производственной площадки, вот, я думаю, что вы не сильно обиделись, то, что не разрешили снимать именно производство самих юнибусов, юнибайков, но просто это, пока закрытая информация, ее нельзя показывать сейчас в открытом эфире, вот, но свое, я уже вчера эмоцию свою передавал, сегодня могу сказать, что, друзья, конечно, то, что делается с точки зрения техники, это мировой уровень, это, скажем так, острие, и то, что мы создаем, и Анатолий Эдуардович делает, это, конечно, очень серьезная вещь, и видеть юнибусы, которые рассчитаны на скорости 500-600 км в час, друзья, это, ну, как вы понимаете, сегодня нет автомобилей в мире, которые могут развивать такие скорости. Высокие скоростные железные дороги, это сегодня сверхдорогая система, сверхдорогая задача, а то, что сейчас демонстрирует и делает конструкторское бюро, вот, и самое главное, что мы показали, что это серьезные производственные цеха, которые могут выходить на сотни тысячи юнибусов уже сейчас, как опытное производство, есть куда расширяться, есть кадры, которые работают, поэтому, и потом мы уже с вами были на Мариной горке, то есть там, где строятся, там тоже задавали вопрос, а почему путевой структуры еще не видно, друзья, здесь как раз Санкт-Петербург в прямом эфире ответил, вот я сейчас еще комментирую, что вся специфика технологии заключается в том, что она изготавливается в цехах, и весь монтаж ее идет, а непосредственно уже сборка будет происходить в поле, но это будет очень быстро, вот там будет только происходить монтаж, и мы с вами буквально за несколько дней увидим, как это все смонтируется и сделается, и задача как раз, чтобы это к октябрю в демонстрации было готово, вот, поэтому, видите, вчера он такой, это для тех, кто зашел только на новичку, потом сейчас мы будем работать, строить, смотрите, каким образом, у нас будет ряд мероприятий, которые в течение недели будут идти, мы их будем транслировать в Перископе, вот, сюда очень много в Перископ заходит, это по комментариям, и потом очень заходит много новичков, которые не знают вообще, что такое SkyWay, и что такое проект, это касается и для тех, кто у нас на вебинаре сейчас, находится просто, видите, друзья, сейчас сопоставление, вот я смотрю, у нас на вебинаре сейчас 92 человека, которые находятся, из них в основном, это те, кто уже в проекте, а в Перископе, вот видите, уже перевалило за 400, которые в прямом эфире, но тут постоянно динамика, кто-то входит, кто-то выходит, потом много просмотров идет, повторно, поэтому сегодня Перископ становится более такой живой, еще, но, друзья, все равно в Перископе нельзя много показать, что можно показать на вебинаре, то есть это слайды, это фотографии, это экран, поэтому мы будем совмещать, и раз в неделю мы ведем с Алексеем первый вебинар, раньше мы его называли для новичков, теперь мы меняем эту систему, он называется не для новичков, а это называется азбука Skyway, то есть где мы рассказываем основы понятия, основы работы, основы технологии, основы шестого технологического уклада, вообще все, что сегодня мы делаем. А второй вебинар, это уже расширенный, как мы называем, техника экономического вебинар, где, в общем-то, в основном идет новости, комментарии и те, кто будет, скажем так, в гуще событий Skyway. Сейчас на меня, вот видите, вот Анатолий Дович меня в этом поддержал и очень, как бы даже, подтолкнул в том, что сейчас на меня ложится еще одна, как бы, там функция, которую мы благодаря Перископу сделали, что я нахожусь там, где наиболее сейчас развитие идет, то есть в самой гуще событий. И вы видите, как я веду репортажи, я очень много перемещаюсь, вот я уже говорил, что я за прошлый месяц только шесть сделал стыковочных пересадок в Стамбуле, вот, то есть летаем мы сейчас очень много, и Виктор летает, у него за прошлый месяц были командировки и в Танзанию, и в Братиславу, и в Ганновер, вот, это вот только это самое, со следующей недели у нас тоже будет очень большое-большое такое перемещение. Естественно, что, друзья, мы не туристы, мы летаем не потому, что нам это нравится, или хотим что-либо так. Может быть, я микрофон закрыл? Так, друзья, как слышно сейчас на, это касаемо, касаемо вебинара комнаты? Хорошо? Да, отлично, ага. Вот, а то, видите, а, и здесь хорошо, ну, отлично, давайте тогда так. Друзья, отстроимся, я думаю, что даже те там негативные, которые есть, это опять же, все делается когда-то первый раз, мы, когда первые проводили вебинар с Антольдарчем Юницким, это был, по-моему, конец января, начало февраля 2014 года, когда вот такое маленькое окошечко, 23 человека было на вебинаре, мы еще не знали, с кем мы общаемся, как мы общаемся, какая работа делается сегодня, конечно, уже опыт совсем другой, сегодня мы, я уже очень многих акционеров, особенно активных акционеров, знаю в лицо, появился очень серьезный костяк работы, то есть делается большая, серьезная работа, и здесь уже мы с точки зрения профессионализма отстраиваемся, вы видите, как работает сейчас уже пресс-служба головной компании Skyway, как работает Михаил Кириченко, какие репортажи сегодня выходят, у нас, видите, как уже все более и более меняется и совершенствуется эта работа, вот, так вот, сейчас все-таки больше, ну, вы уж меня извините, так как для меня это что-то новое, я пока с головой, то есть мы будем больше уделять сейчас времени и перископу, и взаимодействию, и именно освещению событий, вот, вот, и как мы будем сейчас строить принцип работы, вот, с Алексеем, есть ряд мероприятий, на которых мы принимаем участие непосредственно, то есть это конференции по городам, оффлайн конференции, это встречи с бизнесом, это встречи с прессой, это встречи с крупными инвесторами, и где это возможно, мы будем делать прямые репортажи, для того, чтобы вы были в курсе событий, участвовали, смотрели, вот, и вот, как вчера, я говорю, мы показали практический день работы Анатолия Давыдовича Юницкого и репортажи, и интервью с ним, вот, также я буду участвовать во многих событиях, которые так или иначе косвенно связаны со Скайвеем, но интересны нашим участникам, нашим акционерам, вот, это вот такие события, как в понедельник, когда наш друг, партнер Кирилл Шимпко устанавливал новый рекорд в книгу рекордов Гиннеса в день МЧС в Белоруссии, вот, там еще ждали, кстати, министра, но он прислал помощника, приехать сам не смог, когда Кирилл в прямом эфире сдвинул самый крупный вертолет в мире Ми-26, и вы видели, он был в одежде Скайвея брендированным, вот, он интервью дал именно поддержку Скайвея, это вот наши такие партнерские отношения, и те, кто не смотрел, еще вот зайдите в Перископ, в архив там стоят, и посмотрите, это интереснейшее, конечно, интереснейшее, конечно, действие такое, интереснейшее событие, вот, и те, кто видели этот прямой репортаж, и что дальше происходит, очень много людей, которые заходят не на Скайвей, а именно на события, они потом заходят в регистрацию, и дальше наша задача, это объяснять, вот, вопрос, который, а что такое Скайвей, куда мы попали, здесь уже, друзья, ориентируясь, уже не только новичков, которые находятся у нас в веб-комнате сейчас, с Амерополиса, а и то, что еще заходят люди в Перископ, и, соответственно, мы, набирая этих людей, регистрируя, мы раз в неделю будем проводить, а может быть, потом и чаще, вот, будем проводить вебинары, где будем разъяснять, что такое, что, вот тут вопрос будет, как в этом можно зарабатывать, вот это как раз мы все будем и объяснять, и делать, и показывать для того, чтобы можно было и участвовать в проекте, и, соответственно, зарабатывать на проекте, и, соответственно, быть полезным и проекту, и нам друг другу. Поэтому работа у нас так и будет дальше строиться, что первый, это у нас вводный вебинар, мы его назвали азбукой SkyWay, второй, где основные понятия, вот Алексей сегодня уже довел для новичков, или для тех, кто первый раз слышал, вот о том, какие понятия, что такое SkyWay, что такое за технологии. Дальше, естественно, мы теперь уже будем ссылаться более подробно, что нам очень много говорят, а есть ли технология, а есть ли это Марина Горг, а есть ли КБ. Ну вот, друзья, вчера мы сняли целую серию репортажей, приходите, смотрите. Конечно, для кого-то и это будет не до конца убеждение, кто-то будет всегда утверждать, что и этого мало, но, тем не менее, все равно, ту работу, которую мы сейчас проделали именно вчера, она очень важная и дает свои результаты. Значит, теперь, так, у нас еще до расширенного вебинара 15 минут, значит, буквально в трех словах, это экономическая и технологическая основа, то, что мы делаем и какие понятия мы сейчас используем. Мы работаем в инженерно-технологической школе, это именно новое технологическое направление, которое создал инженер Анатолий Горщинницкий. Это новое направление с точки зрения концепции движения, концепции построения новой транспортной системы. Это следующий этап, который идет за тем, что недостатки железной дороги автомобиля и железной дороги самолета объединяются, убираются недостатки, берется самое перспективное и создается транспортная система 21 века, второго уровня, которая представит абсолютно новые качества движения, которые сегодня мы даже не можем предполагать. Это если образно отвечать про то, что мы с вами делаем. Если говорить уже языком агрегированных понятий, то есть последние 25 лет создавался интернет, это IT-технология, это хай-тек, это то, что сегодня было вызвано кремниевыми технологиями, то есть возможностью передачи огромного количества электромагнитных волн с помощью микроустройств, то, что сегодня мы видим в микроэлектронике. И в общем все это оформилось в интернет и всю индустрию IT, которая сегодня доминирует. мировой экономики, которая сегодня активно растет. И без этого мы сегодня уже не можем представить свою жизнь, потому что как сегодня уже жить без GPS, без компьютера, без смартфонов, без приложений. Это уже жизнь, которая сегодня не может вернуться обратно. Соответственно, у этого героя есть свои герои. Мы знаем Джобса, и Билл Гейтса, и Цуккемберга, и Сергея Брина, и еще очень много-много людей, которые именно создавали эту индустрию, создавали эту отрасль и, соответственно, капитализировали его, и на этом заработали очень серьезные состояния. Мы стоим на следующем этапе технологического развития, если интернет это пятый технологический уклад, который естественным цивилизационным образом пришел в развитие науки, в развитие технологий. До этого была эра нефти и двигателя внутреннего сгорания, до этого очень серьезные изменения в цивилизацию внесло электричество, до этого паровая машина. То есть у каждого времени есть своя технология, которая... Ну ладно, друзья, значит, мы будем... Я пока на комментарии параллельно отвлекаться не могу, просто перископ — это очень такая забавная штука, туда же входит много людей, которые не знают, ну и, соответственно, кто-то пишет матом, кто-то пишет, как умеет в одном слове делать 30 ошибок, кто-то вообще писать не умеет. Вот, поэтому это, друзья, тоже очень такая интересная, забавная штука. Но я все-таки ориентируюсь сейчас на тех, кто входит в веб-комнату в Мерополисе, для кого мы сейчас ведем вебинар для новичков, который именно делает объяснение, что такое Skyway и почему это сегодня самый грандиозный проект. Так вот, друзья, мы сегодня строим сеть следующего поколения, мы сегодня строим то, что определит развитие экономики и цивилизации на ближайшие 30-50 лет. Если для многих будущее — это что-то непонятное, это воображаемое, все думают, что все будет крутиться вокруг компьютера, который появился 25 лет назад, и дальше только он будет развиваться, то это, друзья, не так. Мы сегодня компания, которая определяет, создает, проектирует и запускает уже то, чем будет пользоваться все человечество в ближайшие 30-50 лет. Если для многих вопрос, куда пойдет развитие автомобильной отрасли, как будет развиваться градостроение, как будут добываться полезные ископаемые, особенно в труднодоступных месторождениях, если для кого-то это сегодня вопросы будущего и непонятного, то у нас есть ответы на все эти вопросы, и мы как раз те, кто сегодня из футурологии, то есть прогнозы и описания будущего, переходим уже в создание технологий. И вчера все репортажи, которые были в Перископе, вы, наверное, видели, что это уже не просто пустые вещи, пустая болтовня, это уже изготовление серийных, пока не серийных, извините, друзья, пока это опытных экспериментальных образцов, которые перейдут в испытания, но дальше это будет перерастать уже в серийное производство. Поэтому мы сегодня, друзья, создаем будущее, и вы можете к этому подсоединиться, вы можете реально увидеть, как это дальше будет развиваться. Я, к сожалению, это для тех, я обращаюсь, кто в Перископе, я не могу демонстрировать сейчас экран, не могу демонстрировать слайды, поэтому здесь, Алексей, у меня просьба, сбрасывай тогда сюда ссылки на вход на вебинар, проект, и тогда, чтобы люди, которым заинтересовались, могли сразу, прямо с Перископа, если у них есть возможность, перейти в компьютер, в вебинарную комнату, у нас параллельно сейчас идет два вебинара, точнее, две возможности, одна идет через Перископ, это, ну, так называемый, легкий, соответственно, легкий интернет, то есть для Перископа, а в веб-комнате, в Мирополисе, у нас идет уже, у нас пока совмещенная, поэтому несколько необычная такая форма, как вы видите, но, друзья, я говорю, как вы видели, наверное, мы ко всему приноравливаемся, мы по всему пристраиваемся, и приноравимся, и пристроимся, и к этому, и я думаю, что эффективность мы тоже будем повышать очень серьезно. Значит, теперь для трансляции вебинара, который идет, у нас первая часть, с 12 до 13 часов, это вводная часть, для тех, кто только погружается в проект, мы ее назвали Азбука Skyway, а вторая часть с 13, это уже расширенный технико-экономический вебинар, для тех, кто уже в процессе, для тех, кто понимает. Естественно, что с Перископом у нас сейчас будет несколько другая вещь, потому что сюда залетает очень много случайных людей, залетает очень большое количество людей, которые не в проекте, и вообще даже не собирались до этого в нем оставаться, поэтому мы это будем выстраивать параллельно. Поэтому, я говорю, несколько такая необычная форма, но, друзья, все надо менять, все надо совершенствовать, потому что мы в последнее время пришли к тому, что у нас прекратился рост именно прихода на вебинары. То есть, вот мы дошли до какой-то категории, где-то 300 человек, которые идут в дневной вебинар, где-то 400-450 вечерний, приходит постоянно 20-30 новичков, соответственно, но прироста вот такого бурного не было. И сейчас с подключением к Перископу мы увидели просто большой интерес, это новый охват аудитории, поэтому здесь, друзья, мы будем дальше это расширять. Я еще расскажу некоторые наши планы по Перископу, которые мы будем использовать. Ну вот, друзья, значит, что для тех, кто пришел и только первый раз услышал Skyway, это уже традиционная формула, сейчас модно говорить, скрим, то есть, который выработался уже именно из опыта общения с большим количеством инвесторов, с большим количеством акционеров, с большим количеством людей, которые подключаются к проекту. Здесь надо понимать самое главное, друзья, что за последние 25 лет жизнь изменилась радикально, просто радикально. Если кто-то говорит, что жизнь не поменялась, я не поверю, потому что, когда мой 7-летний сынишка спрашивает, какой у тебя в детстве был интернет, это просто вопрос, который ставит в тупик, потому что не то, что... Спасибо за поддержку, друзья, видите, очень хорошо. И это тоже, вот, Перископ, кстати, очень интересная вещь, здесь пишут и люди матами, и пишут в поддержку, и все, так как это контролировать никак нельзя, то, в принципе, это, друзья, тоже такой очень интересный тест, очень интересный, поэтому, друзья, кто сторонник проекта, если вы будете писать поддержку, или комментировать, или помогать людям, которые только зашли, то, я думаю, вот эту эффективность работы Перископа мы с вами поднимем прям на очень высокий уровень, поэтому я прям призываю наших сторонников, наших друзей, когда вы видите и чувствуете себе возможность, то вы можете давать материалы скидывать, давайте... Вот, тут спрашивают, а что за Перископ, как все... Ну, это Алексей сейчас тогда скинет. Ларис, да, мы про инотранс обязательно все скажем, но это у нас обычно вторая часть вебинара, потому что все-таки первая часть у нас это вводная, и мы вот вчера выработали название, вот новое, с Антольдовичем Юницким, с Денисом Юницким подсказал очень активно, мы теперь будем первую часть называть азбука Skyway, то есть там, где вот сегодня, по идее, у нас должна быть буква А, аэродинамика, но пока у нас идет больше буква П, Перископ, то есть мы объединяем эти формы работы, вот, потому что она все-таки сейчас делает больше такой охват, и больше... При этом, естественно, что наша традиционная вебинарная форма Мирополиса ни в коем мере закрываться не будет, мы ее будем продолжать, просто Перископ сейчас будет параллельной формой. Так, это ссылка нашего... Да, то есть Перископ это наша как бы вещь, и здесь там мы можем давать и ссылки, которые сегодня идут для регистрации, те, кто только заходит, там мы можем давать ссылки на материалы, которые мы создаем, то есть это такая дополнительная форма, которую мы сейчас именно используем для работы. Так вот, друзья, когда я начал говорить про сынишку, так сказать, которую ставят, а он сегодня спокойно по голосу управляется гуглом, качает мультики, по Перископу общается с одногруппниками по детскому саду, в этом году он первый класс идет, вот, поэтому, друзья, жизнь изменилась радикально, вот, и сегодня мы вас не то что призываем, а мы вас сегодня готовим к тому и показываем то, что за ближайшие 5-10-15 лет жизнь изменится еще более радикально, еще более радикально, и вы сегодня не можете это сегодня представить, так же, как трудно было представить в 90-м году, что открываешь компьютер, ноутбук, который стоит на столе, а в 90-м году из нас никто даже слова компьютера не слышал, вот, хотя я работал учителем информатики в сельской школе деревни Кузидеева Кемеровской области, и в 89-м году у нас уже стоял класс Ямахи, поэтому я, в общем-то, тогда уже компьютер в глаза видел, и даже знал, что такое операционная система, и даже знал, что такое сеть, вот, но представить о том, что у меня будет, там, восьмиядерный компьютер в кармане, который будет связан со спутником, который будет работать с GPS, и который может в онлайне показывать, там, на 20-30 стран мира трансляцию, этого, конечно, представить никто не мог. Так вот, друзья, к чему мы вас призываем, и основное, что вы должны понять, жизнь в ближайшие 5, 10, 15 лет, благодаря транснету, который, в основе которого лежат струнные технологии инженера Юницкого, изменит жизнь и цивилизацию еще более радикально. Как вы увидите, многие вещи мы не можем показать, потому что это ноу-хау. Многие вещи бесполезно показывать, потому что вы все равно этого, многие не поймут и не примут, так же, как трудно было объяснить в 90-м году, что такое фраза «я пошел на работу и забыл свой телефон дома», потому что никому не приходило в голову брать с собой этот дисковый телефон на работу. Сегодня, когда вы уходите на работу и забываете свой телефон, это просто катастрофа, потому что это сразу выключение из жизни. Соответственно, это все правила новой цивилизации, это все правила нового технологического уклада. И сегодня мы, утверждая дело, и то, что мы сегодня реально делаем и знаем, и я вчера видел уже прототипы в цеху, что будет дальше определять развитие цивилизации на ближайшие 30-50 лет, я могу сказать, что как интернет, открывая компьютер, вы входите в информационное поле, и вам не надо идти в библиотеку, вы получаете информацию, любую информацию. Точно так же «Транснет» вам даст возможность перемещаться из любой точки мира в любую точку мира, не снимая своих тапочек, не вставая в своего кресла. Как, друзья, это будет происходить сегодня, вам объяснить довольно-таки сложно, но поэтапно вы увидите, как мы подделаем проекты сначала массовых, именно, транспорта, общественного транспорта, который будет перевозить до миллиона пассажиров в сутки на расстояние до тысячи километров, то есть такие трассы, как Ханой-Хашимин, как Дели, там еще, допустим, там Лос-Анджелес, Лас-Вегас, вот, а вчера на полигоне, друзья, я говорю, я Юницкого знаю уже 17 лет, но я уже думал, что меня удивить вообще чем-либо трудно, но когда Анатолий Юницкий показал легкую трассу, Юнибайка, которая чуть-чуть усложнена, то есть буквально на 5 сантиметров толще столб, и чуть больше подвижной состав, именно Юнибайк и Юнибусы сказал, что эта трасса способна пропускать 10 тысяч пассажиров в час и 200 тысяч пассажиров в сутки, друзья, это сегодняшнее метро, но это уже не в 10 раз дешевле, а это уже более чем в 100 раз дешевле, чем сегодняшнее метро и по строительству и эксплуатации, вот это, друзья, конечно, производит впечатление, когда ты видишь своими глазами, как это создается и делается, не говоря уже, соответственно, связано с большими пролетами, с проходами, с строением мостов, поэтому мы, друзья, с вами строим транснет, это то, что определит развитие цивилизации на ближайшие 30-50 лет, и те, кто сегодня подсоединился, друзья, вы просто попали в команду людей, попали в сообщество, попали в финансово-юридическую отстроенную систему, когда в этом можно поучаствовать и морально поддержать, то есть поставить лайк, переслать информацию, которые могут реально поучаствовать, уже инвестировать и получить венчурные премии именно в виде дискаунтов для того, чтобы дальше двигаться в проекте. Вы можете стать совладельцами и теми, кто двигает адресные проекты, у нас тоже таких партнеров очень много, вы можете стать теми, кто продвигает свой проект Skyway в регионе, тоже у нас очень сегодня в каждом регионе есть друзья, партнеры. Это все, друзья, развивающаяся система, которая все больше и больше привлекает людей, союзников, сторонников. Поэтому для тех, кто не получил информацию, для вас это неинтересно, я с теми прощаюсь, это наше традиционное завершение первой части вебинара. Ну а для всех, друзья, как всегда, у нас сейчас 3-5 минут рекламной паузы, то есть когда у нас будут, что такое Unibike и Unibus, друзья, я иногда даже когда слышу такие вопросы, мне прям нравится, что люди только-только приходят, и они даже не знают, что такое Skyway, Transnet, Unibike, Unibus. Друзья, обязательно узнайте вопросы, обязательно я вам рекомендую получить ответы, потому что это очень значимо и выгодно. Ну вот, Алексей, давай тогда сейчас, как всегда, небольшой перерыв с теми роликами, которые пойдут. В Перископе у нас, естественно, никакой остановки трансляции не будет, то есть получается, что будет идти, а в Перископе будет просто как бы как за кулиси. Вот, поэтому давайте, друзья, небольшая традиционная пауза между двумя вебинарами, начинающим, точнее, для азбуки, тех, кто изучает первую часть, и вебинарами, которые могут смотреть в объединение на аннатонных д objective, в Phariseи, которые будут хорошо выт inve Продолжение следует...